сегодня январь 18 у меня специальный гость эрик лопитек как поживаете он калифорний родился в калифорнии он настоящий американец человек который знает что происходит я его знаю из калифорнии мы очень часто говорим о новом мировом порядке я очень рад мой друг что ты сумел прийти на передачу и давай свою копейку вложи в эту тему скажи пожалуйста что происходит в калифорнии так много чего происходит к сожалению эти новости в основном нехорошие я очень хотел бы чтобы я сказал у нас много хороших работ личные свободы я очень хотел чтобы я мог бы сказать что что налоги маленькие забудьте все это все абсолютно противоположное они стараются нас выжимать и выжимать и выжимать и очень трудно людям заработать чтобы выжить некоторые даже работают на двух-трех работах или две с половиной работы чтобы суметь купить бензин пищу заплатить за квартиру всех кого я знаю люди короче называю на охоте в ситуации где выжимают как лимон это средняя жизнь среднего калифорнийца они сейчас озабочены ситуации в школах и у правительства и свои политические цели это все левые крайне левые и очень многое из них уже граничит с марксизма это идеология политический мусор и и люди приучают быть послушными и не выражать свое мнение вот и все весь этот штат насчет таксов таксов ограничений свободы очень мало их остается есть такая статистика что сотни тысяч нелегальных иммигрантов калифорнии уже ситуация выходит из-под контроля абсолютно у нас нет нормальных лидеров один был нормальный лири элдер и его из него сделали врагом народа у него его критикуют отовсюду очень трудно было людям объяснить про него это в таком в таком сумасшедшем покрытие все это находится я очень хотел бы красивую картину описать но я даю честную характеристику показываю честно что очень плохо здесь большинство калифорнийцев не видит что происходит некоторые есть мало коли малое количество и в основном это люди которые зарабатывают деньги в частности которые в студиях работают у них есть доход им плевать на все для того чтобы в калифорнии хотя бы хоть как-нибудь нормально жить надо 40 50 долларов в час зарабатывать инфляция у нас на на пожалуйста громче как лучше да да так хорошо ситуация очень тяжелая сейчас поэтому очень большое количество рекордное количество людей которые уезжают из штата тысячами люди просто не могут здесь жить или из-за потери свобод не хотят здесь жить не хотят быть в этой обстановке левистов а правительство только сидит и думает как можно больше налогов везде они хотят даже сейчас налоги ввести на километраж наших машин они 24 и 7 часа 7 7 7 дней в неделю думают как бы еще больше денег высосать от народа и они смотрят на нас как источник потребления сможешь им заплатить нормально нет будут над тобой смеяться и тебе будет все хуже и хуже я думаю что инфляция в нашем штате насколько я знаю самая высокая по всей стране и они продолжают еще выжимать еще хуже и хуже цены поднимаются с каждым днем и с каждым днем ситуация все хуже и хуже люди паникуют люди под страхом живут вот у нас вот такой губернатор что вы скажете насчет потери свобод как люди относятся к этому как я вижу что калифорния в частности это не конституционная территория в сша это больше напоминает коммунистическую модель какую-то или корейскую модель как ты чувствуешь вот как ты чувствуешь ты мне говорил что люди ты был настолько злой на всю эту ситуацию и что люди нормально относятся к потере своих свобод как ты вот к этому относишься вот скажи как ты думаешь об этом к что изменилась там где я живу в калифорнии изменилась очень сильно там где я живу в калифорнии это очень либеральное место уже они всегда голосуют за демократов даже нету нужды естественно и говорится о том что люди которые живут со страхом и люди очень очень хотят чтобы правительство их защитило они все будут воспринимать от правительства что им правительство предложит они будут идти делать например я был в парке недавно на прогулку вышел и в основном я смотрю 7 75 процентов людей ходят в масках в парке некоторые даже ставят водяные очки для подводного плавания я тот день увидел велосипедиста который ездил на своем велосипеде совершенно отдельно никого рядом не было его все лицо было закрыто он полностью закрыл свое лицо подводные значит маски подводного плавания на глаза маска завернутая голова уши завернуты очень много людей которые испуганы с промытыми мозгами и просто покорно исполняют все указки правительства в графстве лос-анджелес сейчас ты должен показать доказательства о вакцинах пока что еще в продуктовые магазины без вакцин можно заходить но маски обязательны люди конкретно с промытыми мозгами и да еще люди сами вам будут говорить о том напоминать что у вас нет маски сами люди самое основное слово здесь которое я хотел бы отметить покорность покорность каждый из почти каждый сдал сдал свои права покорился правительственным указком не задумываясь об этом система здравоохранения у нас нормальная в принципе но очень дорогая простому человеку с каждым днем все труднее и труднее труднее нет свобод большие дорога дороговизна в ценах никогда я такого не помню вот это сейчас вот такая игра которая играется называется контроль 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 все контролируется правительством и всегда думаешь как куда еще больше и рекордное количество людей покидают штат те которые думают о потере свобод и те которые просто не могут жить уже да не верится не верится как быстро люди легли на на спинку я смотрел марк дайса который берет интервью в сан-диего и он людей в день мартин лютер кинга интервьюровал и говорил вы знаете вчера мартин лютер кинг умер в автомобильной катастрофии завтра будет похороны вы пойдёте и все людях аль это надо я слышал об этом это очень трагично я не мог поверить уровень тупости и не информированности людей что мартин лютер кинг вроде бы умер в автомобильной катастрофе и завтра его похороны. Никто ничего не знал. Они даже не задумывались о том, что Мартин Лютер Кинг умер давно. Даже они не знают, почему празднуется 4 июля. Исходя из этого уровня людей, я не удивляюсь, почему в Калифорнии такие ситуации сейчас. То, что называется мозгами, мне кажется, они полностью уже атрофировались. Это очень грустно, потому что я там жил 30 лет. И я переехал из Калифорнии именно по этим причинам. Чтобы с такими людьми не находиться, тут совершенно другой мир. От семейных ценностей до среднего IQ интеллекта у людей, конституциональность нашего штата. Это очень важно. И подход людей к своим свободам и по отношению к правительству. Я сказал бы, что в нашем штате люди имеют достаточник и большой контроль над правительством. Вот у меня сенатор друг Джуди Миллер и кандидата я встретил. Общались спокойно. Никаких телохранителей рядом с ними не было. обсуждались вопросы. Тут официальные представители власти не ходят с телохранителями. По сравнению с Калифорнией, где ты можешь, даже в здание суда не можешь пойти без того, чтобы тебя обыскали, ключи из кармана вытащили, шмонали. И в Калифорнии люди уже привыкли к этому. А я не вижу, поэтому я и не вижу, Эрик, что Калифорния есть шанс. Я хочу, чтобы я был бы неправ, но на самом деле я пообъективно не вижу, чтобы в Калифорнии были какие-то перемены. К сожалению, я согласен с тобой. У меня 1% надежды. 99% я считаю, что никаких изменений в Калифорнии не будет. Я тоже так считаю. Я согласен с тобой. Очень, очень странно, что как быстро люди сдали свои права резко. И это все чуть больше двух лет продолжается. И люди сразу... Да, и как сразу люди сдались, сразу сдались страху и контролю. И они смотрят на правительство как на Бога, на федеральное правительство, на правительство штата, чтобы их спасли. Они смотрят на правительство как на Бога. Они готовы сдать все, что у них есть, лишь бы их спасли. И они все свои права сдадут. Медицинские права, гражданские права. Они готовы на это. Мне кажется, что я с тобой должен согласиться. И да, я тоже думаю, что я тоже скоро отсюда уеду. И супер большинство любят очень правительство. Это означает, что маленькое, очень маленькое количество людей незначительное, которые думают и не подчиняются. У нас, на самом деле, нет какой-то силы, которая против этого будет вставать. И среди обычных людей, так и в полицейских кругах. И нету таких людей у нас в политике, которые имели бы в своей душе интересы народа. Свободы, которые у нас были за сотни лет, сразу были сданы. Вроде бы, взамен на защиты. А я думаю, как далеко это может зайти? Куда еще дальше? Когда будет момент, когда здесь люди скажут, «Нет, хватит». Люди просто здесь настолько испуганы, напуганы. Они все сделают. И они верят правительству. Вот это очень действует на нервы, и очень грустный этот факт. Я не думаю, что есть какая-либо надежда на калифорнийцев. То есть, ты тоже думаешь оттуда уехать, да? Да, да. Я уже готовлюсь тоже отсюда уехать. Это был когда-то хорошим штатом, уже все. Знаешь, это очень интересно. Ты родился в Америке, в Калифорнии. И в последний раз, когда мы говорили, ты был настолько озабочен и злой, как бы, да, можно сказать. Ты даже не мог даже понять в этот день, как тупо могут люди обходиться друг с другом. Какие они могут быть необдуманные, вот такое количество людей поступать и вести, везде себя вести так, с этими идиотическими законами, полностью с промытыми мозгами. Они просто приняли все, что есть. Ты очень удивлялся, как это может быть. Я думаю, что очень большую роль сыграл тот факт, что очень много иммигрантов привезли из других стран, из третьих стран, из всяких отсталых стран в Калифорнию. Потому что эти люди и тогда изначально, априори, всегда любили подчиняться правительству. Поэтому их завозят в Калифорнию. Поэтому они верят, что правительство, тем более в Америке, будет все делать очень правильно. И они маленькие люди, ничего они не могут сделать. Они будут жить так, как все живут. И туда, куда идет общий поток, туда они и идут. Я думаю, вот этот менталитет целенаправленно был внедрен в такой штат, например, как Калифорния. Я там вижу специальный саботаж, программу специальную, что это все умышленно сделано. Я так вижу. Ты думаешь так? Я должен согласиться с тобой. Посмотри, сколько людей уже уезжают из штата. Люди, которые понимают, что происходит, и любят свои свободы, они уезжают. Которые на самом деле хотят жить свободно, они уезжают отсюда. И ездят в такие места, как Техас, Сау-Дакота, другие штаты свободные, традиционные штаты. Американцы, которые любят свободу, они любят саму идею, свободам нет предела. Вот эти, они не могут здесь жить. В таких плохих ситуациях им некомфортно. И эти американцы понимают, что это не то, где им хотелось бы жить. И понимают, что этот штат уже не может более, уже никак не может обеспечить эти свободы. И Калифорния превратилась в место, где ты не можешь вырасти, развиться и быть лучше. Я знаю, в моем окружении около пяти-семи еще разных людей, которые очень страстно защищают свои свободы и не могут дождаться момента, когда смогут отсюда уехать. Потому что это чересчур контролировано здесь все. Я знаю, что ты неплохо живешь. И ты тоже сказал, что это тебя не интересует, потому что для тебя самое главное иметь свободы. А деньги заработать можно будет в любом месте. Ты даже готов, мне помню, ты говорил, что иметь меньше заработка, но упражняться в своих правах, как настоящий американец, и жить там, где у тебя есть личные свободы, где тебя не заставляют пойти по какой-то программе с какими-то очень сомнительными вакцинами, с какими-то идиотскими рабскими масками. Это тирания настоящая. И я понимаю, что ты из тех людей, которые предпочитают умереть, чем жить в рабстве. Это очень важно. Это очень грустно, что так случилось. Я хочу добавить еще хорошие новости. Чем больше они давят, не говоря про Калифорнию, в общем, тем больше получают они сопротивление. И больше и больше людей понимают, что что-то тут не то с этим новым мировым порядком. Это и есть новый мировой порядок. Они же говорят новые нормы. Это открыто высказывание их. Всякие климатические договора заключают еще. Потом скажут, что сайбер-атаки какие-то произошли, какие-то хакеры куда-то зашли. То есть вот эта программа у них будет опять, чтобы ограничить наши права. Из-за этого скажут, давай отпечатки, там, глазные отпечатки, чтобы ты смог бы использоваться интернетом, потому что везде какие-то хакеры гуляют. Практически они откровенно говорят о всех своих планах будущих. А вот... Какие будут твои позывы? Какие будут твои рекомендации американцам, слушателям, всем нашим? Несколько у меня будет советов. Всем национальностям это касается. Вот как... Чем дальше, тем все хуже. Поэтому нам нужно, так как все делается, все кругом хуже, хуже. Нам необходимо обязательно следить за своим здоровьем. Правильно питаться, ухаживать за собой, правильную пищу кушать, хорошую воду пить, много воды пить, упражняться. Это касается всех, кто хочет поддержать свои духовные силы. Неважно, кто ты, христианин, буддист. Включайтесь в это дело, в поддержку духа и тела. И второй мой совет. Обязательно окружить себя людьми, которые думают, как ты. Неважно, если рядом нет, то тогда по интернету, в разных группах обязательно окружить себя людьми, как ты. И надо помогать друг другу. Тем более в таких ситуациях, а если еще не до Бога, она будет еще хуже, чтобы мы сумели помочь друг другу, чтобы смотрели друг за другом, ухаживали. И экономика будет хуже, и доллар может ослабеть, и криминал будет расширяться, распространяться, процветать. Тем более тогда нам нужно быть окруженными с такими же людьми, как мы. Это мой второй совет. И мой третий совет. Мы должны продолжать давать информацию людям, давать им образование, объяснять им, что происходит, и что много чего они не знают, заставить их каким-либо образом думать. И нужно иметь информацию, и быть подготовленными, чтобы всегда быть впереди этих глобалистов по информации, чтобы мы знали заранее, что происходит по всему миру. Они по всему миру продолжают выжимать людей, и начинают эти тиски зажимать. Многие люди понимают, что в 22-м году все будет лучше, все пройдет, наши права к нам вернутся. Нет, этого не будет никогда. Они сами нам наши права обратно не дадут. Никогда. Неважно, это советский режим, какой режим, неважно, Англия, Германия. Все эти фанатики, маньяки. Австрия, например, посмотрите, вообще в кошмаре. Теперь уже заставила в Австралии, в Австрии насчет вакцин. Ты не можешь даже пойти хлеб купить себе. Я думаю, что это придет сюда тоже, если люди не поймут этого. Ну, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, прежде всего, в Чикаго. Уже там большинство мест требуют вакцины. Это всего лишь начало. Больше контроля, больше потерь наших фридом. Вот, например, как Рон Пол сказал, чем больше размер правительства и контроля законов, тем меньше свобод. Это настолько правда. Это правда. Если мы теряем экономическую свою свободу частного рынка, и мы также теряем наши гражданские права, они параллельно взаимосвязаны. И ты сказал, что многие с Калифорниями вся всего мира тебя слушают. И видишь, вот неважно, откуда они твои слушатели, мы все любим свободу. И я думаю, что много-много лет в Америке люди наслаждались свободой и превратились в таких ленивых, что даже уже забыли про все и пустили, чтобы разрешили правительству контролировать их жизнь. Очень важно, еще раз повторяю, чтобы вы себя окружили людьми, которые думают, как ты, как вы, единомышленниками. Очень важно. Потому что ситуация будет хуже и хуже. Спасибо. Можно я добавлю? Не подчиняйтесь. И участвуйте в политике. Будете активными. Не подчиняйтесь. Я вот немножечко добавил специи в ваш разговор. Спасибо, Эрик. Я не родился в Америке, но как американец я понимаю, что, к сожалению, не будучи рожденным здесь, я себя больше американцем чувствую, чем те калифорнийцы, которые родились там. Я их даже американцами не считаю. От того, что они родились в Америке, это их не делает американцами. Я на Телеграме, если в каком-то армянском чате был, и я понял, что у меня ничего общего нет с этими людьми. Это очень грустно. Единственная у нас общая тема была проблема в Армении. А в остальном я себя чувствовал абсолютно отчужденным. Мы ни на чем не согласились. Ни насчет вакции, ни насчет глобализации. Ни насчет свобод, правоношения на оружие. Ни на каких общих точках мы с армянами, я не сошелся. И это очень грустно, что ты понимаешь, что ты даже не связан даже с людьми, которые из твоей страны. В стране, где ты родился. И ты там чувствуешь себя совершенно чужим среди многих. А с таким человеком, как ты, с которым я в разных странах вырос, я чувствую родство. Вот в таком мире мы сейчас живем. Поэтому я согласен, что очень важно себя окружить на сегодняшний день, окружить себя единомышленниками и продолжать обучать людей, давать информацию и говорить «нет» правительствам и не подчиняться. Не подчиняться. И надо напоминать всем про второй амендмент, это ношение оружия. Надо напоминать о наших истинных, фундаментальных правах, об истине свобод. Я благодарю тебя, Эрикотчик. Спасибо, что ты пришел и что разделил свои мысли, выразился. Это наше первое интервью, но не последнее. Хорошего дня тебе. Я на самом деле благодарен тебе. Спасибо тебе тоже за приглашение. Было приятно поговорить.